В СССР Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу Рождённые в СССР в студии Я и Юрьевича Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. В Рождённые в СССР Сейчас со звуком разберёмся. Технические нюансы у нас уйдут. Здесь суфлёр подкрутите немножко, пожалуйста. Друзья мои, мы в прямом эфире. Телефон наш прежний. Меня зовут Владимир Глазунов. 617-5197. Наш электронный адрес в интернете nostalgiatv.ru Когда-то мой сегодняшний гость работал инженером и учился в политехе. Но однажды всё бросил и ушёл в свободные художники. Первую известность этот исполнитель приобрёл благодаря телепрограмме «Взгляд», в которой выступал в основном с политическими и гражданскими песнями. С тех пор он на профессиональной сцене. За эти годы он успел выступить почти во всех крупных городах нашей страны и в Европе. Пять раз становился урядом премии «Шансон года», достижение, которому подвластны далеко не все. Наш гость – настоящая легенда русского шансона, автор, исполнитель, композитор, поэт, писатель, почётный гражданин Грушинского фестиваля, резидент соответствующего радио. Заслуженный артист России Виктор Третьяков. Сегодня у меня в гости. Мы с тобой, не знакомы пока, Ты не знаешь даже песен моих, Потекает между нами река, Разделяя грусть одну на двоих. Впрочем, я не стал бы спорить с судьбой, Всё получится, молись, не молись. Погадай себе, погадай, Видишь, звёздочка в небе светится, Нагадай себе, нагадай, Этим летом со мною встретиться. Позови меня, позови, Даже если не знаешь имени, Наугад моё назови, Ветру под небесами синими. Ты, конечно, не такая, как все, Мир твой соткан из фантазий и снов, Где ты вроде босиком поросе, И животных понимаешь без слов. Вылетая по ночам из окна, Городской панельной клетки своей, Возвращаешься под утро одна, Вновь не встретившись с душою моей. Так погадай себе, погадай, Видишь, звёздочка в небе светится, Нагадай себе, нагадай, Этим летом со мною встретиться. Позови меня, позови, Даже если не знаешь имени, Ты наугад моё назови, Ветру под небесами синими. Мы с тобою не знакомы пока, Протекает между нами река. Я не очень уверен, слышно ли меня было, Потому что микрофон у меня вот тут не работал. У вас-то было слышно, у меня беда, Говорят, что какая-то фонит абсолютно. Настроен я почему-то сегодня на эту колонку. Поэтому давайте визитную карточку сейчас поподробнее, О Викторе расскажу, потом вернёмся. Виктор Третьяков родился 7 марта 61 года в Риге. В 80-м году окончил Рижский электромеханический техникум По специальности технолог. С 82-го года после службы в армии Шесть лет работал инженером-конструктором На одном из рижских заводов. С 88-го года выступает на профессиональной сцене. Первую известность Виктор Третьяков приобрёл Благодаря телепрограмме «Взгляд», В которой выступал в основном с политическими и гражданскими песнями. В эти годы он успел выступить почти во всех крупных городах страны. Он также побывал с концертами во многих странах Европы, Израиля и США. 19 марта 2011 года состоялся юбилейный сольный концерт Барда В Государственном Кремлёвском дворце. Пятикратный лауреат национальной премии «Шансон года». Почётный гость Грушинского фестиваля. Резидент радио «Шансон». Заслуженный артист России. 17.6197 номер нашего телефона. Я не знаю, может мне к Виктору ближе сеть, чтобы у меня звук был слышен. Чтобы мы в один микрофон говорили. Как нам лучше сделать. Либо, Виктор, мы сегодня устраиваем просто концерт из ваших песен. Одну за другой вы поёте, объявляя те песни, которые будут идти. Ну, мы можем так лучше поговорить. Может, просто этот монитор убрать, и мы можем разговаривать тогда. Нет, всё равно, потому что я не слышу меня. Давайте, ну-ка, режиссёр. Зайдём, чтобы разберётся со звуком, пока мы дадим первый сюжет. Дайте нам его, пожалуйста, сейчас, потом посмотрим. Вот уже который год. Сам себя, как роль, играю. То смеюсь, то умираю. Выходя на эшафот. Дубль первый. Дай Господь. Я закона не нарушу. Выкорчёвываю душу, запрессованную плоть. Мне сегодня казнь приснилась, И душа со мной простилась. А потом, убьедестала, птицей чёрной улетала. За грехи, видать, за несмирение, Получил под стать и оперение. Дождёмные пальцы в сердце. Дождёмные пальцы в сердце. Дождёмные пальцы в сердце. Дождёмные пальцы в сердце. Мы все в прошлой жизни, раз нам в родины Достала святая Россия. Златоглавая столица. То ли скажет веселиться, А то ли скажет веселиться. Это ж сколько жизнь в тебе намешала Царство Божие и красные флаги. И чтоб людям голова не мешала, А не горькую сосуд бедолаги. А в охмелю, конечно, жить интереснее. Я лишь словом от греха Откупаюсь, пой мне, Родина. Печальные песни я в мелодиях твоих Искупаюсь. Рождённые в СССР. Рождённые в СССР. Виктор Третьяков в гостях у меня сегодня. Слышно сейчас? Нормально меня? Тихо всё равно слышно. Громче мне придвинуться сюда. Чуть-чуть можно колонку убирать, Если есть возможность, когда я говорю. В любом случае, друзья мои, Мы в прямом живом эфире находимся. И вот эта вся телевизионная техническая кухня На ваших глазах сейчас происходит. Давно у нас такого не было, Виктор. Так что вы каким-то магнетизмом, видимо, Обладаете определённым. Как только вы приходите, Начинается какой-то кавардак непонятный. А Виктор слышно нормально? А петличка не работает у Виктора? Меня слышно? А, то есть у нас один микрофон. Мы должны где-то посередине его поставить. И вот таким образом с Виктором разговаривать. Он для песен. Фон идёт жутчайший. Он для песен и для разговоров тоже. Виктор, ну вот у нас один выход сегодня. Слушать вас. Ваш концерт получается. Потому что разговора не получится. Хорошо. Тогда начнём так. Всё началось, на самом деле, Вот уже во время репетиции. Прилетели инопланетяне. Потому что для артиста что важно в прямом эфире? Но помимо того, что вот эти заморозки случились, Важно для артиста что? Чтобы на носу не вскочил прыщик, И чтобы струна на гитаре не порвалась. У меня случилось и то, и другое. Да, ну уже замазали мне лицо. Струна порвалась. Я новую поставил. Она сейчас будет тоже тянуться. Так что сегодня действительно необычный эфир. Может быть какая-то изюминка и добавится. Не всегда же такая история. На самом деле можно в этот мониторчик. Он у нас тут ужасно фонит. Его можно убрать, в принципе. Чтоб он там... Ну, поехали. Весня будет называться у нас «Седьмое небо». Можно в точности знать, А можно верить слепо, Можно это считать Вымыслом простым, но где-то там, наверху Есть седьмое небо расположенное Сразу над шестым, где-то там, наверху Есть седьмое небо расположенное Сразу над шестым это небо Господь Создал для влюбленных, создавать и любить Божье ремесло, чтоб летали под ним Стаи окрыленных на одной высоте Да крыло в крыло, чтоб летали под ним Стаи окрыленных на одной высоте Да чтоб крыло в крыло, впрочем Жизнь — это жизнь И вы не стали ближе Так и не был, увы Найден компромисс Кто-то не захотел Подниматься выше или наоборот Опуститься вниз кто-то не захотел Подниматься выше или наоборот Опуститься вниз С позолоченных слов слезла позолота Каждый сам по себе По небу летит Каждый выбрал свою высоту полета И вроде небо одно А разный сверху вид Ты однажды поймешь Ну как же все нелепо Ты же всю свою жизнь не его ждала А он твое со своим Перепутал небо А ты видела все и не прогнала Не смогла уберечь Не смогла отпустить Просто жить без любви Не хотела Летела на свет В любовь, в рассвет Знаешь, жить без любви Невозможно, а лишь Можно в точности знать Или верить слепо Или даже считать Вымыслом простым Но где-то там, наверху Есть седьмое небо Расположенное Сразу над шестым Знаешь, там наверху Есть седьмое небо Разположенное Сразу над шестым Ну, спросить мне чем-нибудь Все-таки привыкли мы к жанру диалога В этой программе Поэтому сложно вот так вот сразу петь По вашему требованию, господин режиссер И концерт здесь сооружать Мы все-таки договорились с Витей разговаривать Сегодня в прямом эфире Поэтому я разговаривая Мы будем вот использовать один микрофон Что делать? Как в старые добрые советские времена Когда на сцене ничего не происходит Кроме одного микрофона Один фонарь горит Один микрофон работает И больше ничего нет Я с удовольствием вам покажу подарки, друзья мои Во-первых, это два уникальных диска Здесь целая коллекция собрана Виктора, к сожалению, не слышно Но вот Сто лучших песен в МП-3 собрано Ваш Третьяков Официальный белый сборник Виктора Третьякова А, значит, не пиратский Это официальный белый, не пиратский диск Это вот хоть и не белый Но тоже не пиратский крайний диск Монолог называется Это тоже будет вам, друзья мои, подарком И уникальная книга в руках у меня еще находится Сто песен от А до Я Это просто букварь Это азбука от Виктора Третьякова В данном случае, вот я вам покажу этот подарок Эту книгу Ну, каким-то образом подарки эти нужно заслужить Либо выиграть, либо завоевать Как угодно Как хотите, какой угодно Глагол используйте Для этого я попросил Виктора Придумать вам, друзья мои Какой-нибудь ностальгический вопрос Сейчас я Виктору микрофон передаю Звучит вопрос Замечательно Ну, я вспомнил Вот с этим одним микрофоном Когда-то, я когда учился в техникуме В электромеханическом в Риге У нас была художественная самодеятельность И вокальный инструментальный ансамбль у нас был И однажды руководительница прибегает и говорит Ребята, проводится конкурс техникуму Художественной самодеятельности техникумов Министерства связи Нужно записать три песни Ну, там, патриотическую Там, эстрадную И на латышском языке И отправить в Москву А там будут прослушивать И, в общем, короче, будут прослушивать И вот мы так же с микрофона не было Ни студии, ничего Мы там три гитары и барабаны В общем, у нас такой ве Вот Я уже не помню, что Мы что-то записали Вот так же с одним микрофоном на палочке Это было записано Мы отправили в Москву И через некоторое время Руководительница прибегает И говорит Ребята, вы заняли второе место Да-да-да В конкурсе художественной самодеятельности Техникумов Министерства связи И награждаетесь Значит, поездкой на заключительный концерт победителей И лауреатов этого конкурса В город Сарапол Удмуртской АССР Это мои первые гастроли Мы из Риги поехали Ну, поскольку я рижанин, да То есть вот мы поехали Значит, в Удмуртию Где и проходил этот конкурс Кстати, вот в феврале Люди из этого ДК меня нашли В феврале я буду у них там выступать Спустя Спустя, получается, 29 лет Нет, больше Мне было 18 лет Сейчас мне 50 Какие 29? Мне было 18 Сейчас мне 56 Вот считайте Я сейчас в прямом эфире У меня уже от этой стрессовой ситуации Ничего не подсчитывается Можете почитать сами А вопрос мы придумали вот какой Поскольку я родом из Риги Да, я родился там в 61 году И 30 лет в Риге прожил Я придумал такой вопрос Друзья мои, давайте вспомним А что, какие товары И продукты, и товары народного потребления Выпускались в советской Латвии Может быть, кто-то вспомнит то, чего и я не помню Мы тут сейчас сидели Перед программой вспоминали Довольно много вспомнили Всяких таких интересных и хороших продуктов И товаров народного потребления Поэтому вот вспоминайте И кто, может быть, вспомнит того, чего я не помню Будут подарки и диски, и книга Вот в таком виде Ну что, последние слова Виктора Или просто колонку, наконец, догадались убрать Вот эту, которая из нас заглушала 617-5197 Подарки вы получаете За наиболее точный, оригинальный Или интересный ответ Относительно того, что производила советская Латвия Не только про пищевые продукты мы говорим Хотя это тоже, безусловно, интересно Ну и предметы быта быть, может, какие-то Вспомните Что из Риги нам поставлялось сюда Прямо с языка срывается Кое-что хочется прям сразу сказать Да, рижское, что-то рижское было, да 617-5197 У нас, к сожалению, микрофон один на двоих Для вас не хватает, друзья, мой микрофон Я надеюсь, что связь с вами будет Хотя бы отлаженно сегодня 617-5197 Вспоминайте Что поем ведь сейчас? Да, так вот на этом как раз Гитару включаем На этом как раз заключительном концерте Там собрались вот такие все Лоботрясы со всей страны Вот Ну, мы были молодые В общем, было классно Было классно Я там познакомился с девочкой из Москвы И у нас случился такой междугородний роман Я из Риги, она из Москвы В общем, мы В общем, этот роман продолжался Пока я не ушел в армию Ну, она меня ждала-ждала Потом не дождалась Ну, а А в итоге Потом, много лет спустя Появилась такая Замечательная песня Рижский вокзал За 6 минут до отправления По листьям мокрого перрона Иду давно без сожаления Дверям купейного вагона Я словно на двое расколо А помнишь, мы у звездного ловили такси Я в сотый раз опаздывал на Рижский вокзал И в сотый раз прощаться просто не было сил Я лишь глаза печальные твои целовал А помнишь, впрочем, память притупила перо Ты замужем давно, и я, конечно, женат Ведь столько лет прошло, и только этот перрон Все время возвращая на полжизни назад И фраза в воздухе кружилась Судьба заставит нас расстаться Все так, как в песне и случилось Ты не смогла меня дождаться Вот так роман сложился в повесть Без продолжения и финала И через 6 минут мой поезд Уходят с Рижского вокзала А помнишь, мы у звездного ловили такси Я в сотый раз опаздывал на Рижский вокзал И в сотый раз прощаться просто не было сил Я лишь глаза печальные твои целовал А помнишь, впрочем, время притупило перо Ты замужем, и я уже два раза женат И все бы ничего, вот только этот перрон Все время возвращая на полжизни назад Ну все говорят, Виктор Третьяков, автор По юности своей, по молодости Социальных песен, политических песен А вот у меня сейчас мороз по коже шел Когда вот эта ностальгическая песня о любви И подаренный нам же опять же Ригой Рижский вокзал в Москве Звездный, про который Витя пел только что Вот здесь рядом с нами буквально находится А, это другой какой-то звездный, да? Ну сейчас отдам микрофон Лариса из Москвы, Лариса, добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Я хотела назвать сначала с более крупных вещей Автобус РАВ Замечательная радио и музыкальная аппаратура Ригонда, мелодия 104 стерео у меня была И так далее Рижские духи замечательные Потом Рижский хвейт Ну сейчас все расскажете Шансов никому не предоставите, Ларисочка Спасибо вам большое за воспоминания Практически вы угадали во всем Но далеко не все, надеюсь, назвали Елена из Печор Елена, добрый вечер, слушаем вас Елена никак не может поговорить с нами Александр из Одинцова Александр, слушаем вас Добрый вечер, Володя Добрый вечер Слышно меня в петличку? Моя елка зашла уже Поэтому Петличку слышно Такое ощущение, что на латышском сейчас говорить языки Рига, стиральная машина, жгутом АП Точно Проигрыватель Рига И многие другие товары Сотребление, а также электрички Лига, стрелительного завода Тоже, которым мы все пользуемся Спасибо большое Вот про электрички я забыл Рига, вагон, рупница Да, кстати, да Оригинальный ответ уже первый прозвучал Я напомню, что за наиболее оригинальный ответ Вы получите эти подарки, которые я показывал Еще покажу через какое-то время Елена из Украины, да Елена, добрый вечер, слушаем вас Елена, добрый вечер Ой, какое отставание какое-то Вы нас, видимо, там в интернете смотрите каким-то образом Елена, не сможем с вами поговорить, к сожалению Очень сложно вот так вот ждать 30 секунд Задержка идет Алексей из Курска Алексей, добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер, Алексей Я из тяжелой промышленности Там есть завод, скажем, Рифа Сельмаш Выпускал эти Разбрасыватели удобрений Роу Один из самых металлоемких заводов Хотя довольно-таки небольшой А по количеству металла Он, по-моему, усыпал только в заводу Спасибо вам большое за воспоминание Было дело это уже, да? Было, конечно, да Не подальше сесть, Андрей? Нормально? Уже нормально Вы, значит, получается полжизни в Риге Полжизни в Москве, да? Ну, вот через 4 года будет пополам Да, я ровно 30 лет прожил в Риге И 26 лет в Москве Что касается Звездного Всегда задают москвичи вопрос А что за Звездный? Бульвар это? Да В данной ситуации Это был кинотеатр Звездный На Вернадского Потому что девушка жила на улице Удальцова Ничего себе вы такси брали От Вернадского до Рижского вокзала Это далеко Да, да, да Ну, чаще я, конечно, ездил на метро Да, это такая песенная история Но такси тоже было, безусловно Что касается тех ностальгических сюжетов С которым мы начали программу Это вот еще до 90-го года, по-моему То есть вы приезжаете в Москву в 93-м, я так понимаю Нет, я как раз ровно Вот мне было 30 лет Я в 91-м году приехал в Москву уже как бы навсегда А до этого были наездами просто? До этого просто как на трамвае я ездил Я с 80-м В следующем году я отмечаю 30 лет на профессиональной сцене То есть в 88-м году я из инженеров ушел в артисты И сначала... А потом Москва получилась вот просто как трамвай По несколько раз в месяц Потому что тут и телевидение, и радио И все-все было здесь И потом уже и по семейным обстоятельствам я понял, что пора переезжать уже навсегда Вот, и я, конечно, полный боевой путь прошел Я жил... Сначала я там у друзей жил в гостинице «Россия», меня поселили Потом я жил в этом самом, в Измайлово, в корпусе «Б» Потом... То есть по отелям прошли По гостинице По отелям прошелся, да А потом снял первую квартиру И так вот, в общем, за 14 лет я снял 14 квартир в разных местах Москвы Ничего себе Очень так, боевой путь я такой по-настоящему Человек, освоивший не только Ригу, но и Москву Досконально в разные районы Москвы Разные округи Москвы Александр из Костромы Слушаем вас, Александр, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я бы ответил на вопрос насчет товаров из Риги, Латвии Значит, ну, я просто хочу пожелать Виктору Титякову успехов в творчестве Я с ним недавно познакомился в сети ВКонтакте Вот, а у нас есть общие друзья Я тоже рижанин Я тоже кончил рижский электромеханический техникум Правда? Вот, тоже живу в России И тоже увлекся музыкой и пением Ну вот, перешел из инженеров в артисты в самодеятельные Спасибо вам большое Видимо, какая-то такая тоже аура была в рижском техникуме Тянуло в артисты, либо самодеятельность была хорошая Не знаю, что там Ну, там у каждой группы, на каждом курсе был свой ансамбль Если ребята там друг-другу находили Ну да, художественная самодеятельность была Я, насколько знаю, гитару-то вы как раз в руки взяли в техникуме, да? Поступив только в техникум Ну, в общем, да, мне было 15 лет От зависти От зависти, да, скорее всего Увидели, друг играет хорошо А, эта история где-то напечатана была Валерка Грицук, да, мы с ним за партой заодно сидели Он с музыкой рядом не стоял Я учился, я закончил 4 класса музыкальной школы Целых 4 класса Меня потом оттуда отчислили благополучно Ну, мне не хотелось, конечно Вот, а Валерка рядом не стоял с музыкой И вдруг Валера, мой лучший друг На гитаре какие-то блатные песни А он же в общежитии И там понахватался еще песен таких блатных И так здорово, у него как-то быстро получилось Но я этого не смог пережить И тоже стал осваивать этот музыкальный инструмент И с тех пор Вот сами можете опять 56 минус 15 41 год я уже с этим инструментом Он ко мне прилип навсегда Это часть меня, безусловно Ну, прилипли сначала блатные все-таки песни, да? Нет, нет, но думаю, нет Вообще, я вырос из Высоцкого Потому что дома играл Высоцкий И все оттуда Я вообще всегда, вот когда читал ваше интервью Замечаю, что вы выделяете очень Высоцкого Когда спрашивают Акуджава, Висбор, Галич Вы говорите, все же Высоцкий всегда Дело в том, что поскольку я жил в Риге Я вообще не знал про вот Вот такое движение есть Клуб, ну там, КСП Я не знал ни фамилии, ни Акуджаву, ни Висбора Вообще ничего не знал В общем, не в материале был совершенно И вот только что до Риги дошел Высоцкий У нас дома был магнитофон Это тоже один из первых Аидас Это, правда, не латвийский, а литовский Был магнитофон И вот у нас крутился все время Сколько я себя помню, крутился Высоцкий Я все это впитал Поэтому, если брать, говорит, блатные песни Это блатные песни Высоцкого, так называют Ну, у него тоже есть цикл определенных песен, да? Ближе к блатному Да, но первая песня, которая сыграла на гитаре Это был «Если друг оказался вдруг» Там три аккорда и, в общем Тоже мне блатная песня Это серьезный репертуарчик Я не с блатных песен начинал И, в общем, блатные нет Как-то вообще мимо прошли Я интеллигентного вида такой молодой человек Поэтому до сих пор про себя говорю, что я молодой человек То есть из Высоцкого, из Высоцкого Следующий звонок из Смоленской области, да? Елена, добрый вечер, слушаем вас Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Виктор Здравствуйте, слушайте Ну, я не помню, шпроты кто-то называл? Нет, нет, конечно Вот, кстати, никто не называл Я просто с языка у меня взяли В общем, рижские шпроты Ну, бальзам, конечно Рижская сирень у меня была, я помню А еще, когда я была маленькая У меня мама ездила в Ригу И привезла, привозила оттуда потрясающие конфеты Вот, прошло, наверное, лет 45 Я до сих пор помню этот вкус Какой-то вот такой халвичный И кукла Она привезла мне куклу Именно рижскую У нее имя было Ну, сейчас уже не помню, какое Но вот тоже очень хорошая кукла Вот и конфеты Вот это я помню Спасибо вам за воспоминание Но, видимо, конфеты, быть может, не были В столь промышленном масштабе произведены Не делались до Советского Союза А можно было из Риги что-то привезти Как и куклы Я забыл название шоколадной фабрики Нет, была хорошая шоколадная фабрика В том числе Были еще такие конфеты с ликером Прозит называлась Такая длинная коробка желтая И там было несколько таких грушевидных конфет В золотой фольге Где внутри был ликер Вот тоже такая А как фабрика называлась, сейчас уже забыл А духи это Дзинтер сделала фабрика Попробуем Ничего этого, ничего уже нет Ни завода ВЭФ, из которого сделали магазин Ни радиозавода Попова, который просто нет Который выпускал вот эти магнитолы Лайма фабрика называлась? Конечно Лайма Лайма, да-да-да Ну, Лайма даже, по-моему, осталась Но дело в том, что сейчас фирменный Я же приезжаю в Ригу несколько раз в год Потому что у меня там и квартира осталась И старший сын у меня там живет И внуки мои там живут То есть сыночек не поехал за папой в Москву, да, получается? Нет А, он остался с мамой там, да? Он остался, да Он остался там И, в общем, и живет там, и работает там А вот второй мой сын Он в Москве родился В другом браке Он, значит, вот у меня один сын в Риге Второй в Москве Следующий звонок с Украиной Елена, попробуем поговорить Слушаем вас Да-да-да О, слышно, говорите, добрый вечер Добрый вечер Говорите, Елена Добрый вечер Говорите, говорите Благодарю за ваш вопрос Я благодаря этому вопросу вспомнила свою юность Мои самые первые духи, они оказались любимыми Это были вишские духи фабрики Дзинтерс, Юрмала-2 и Юрмала-3 Единичка, конечно, страшно лучшая была Вот, да, это ностальгия Это то, что, наверное, уже не повторится Да, потому что фабрики этой уже нету И вот так Спасибо, спасибо большое То есть с грустью сейчас в Ригу приезжаете, да? Когда нет этого, нет этого, нет того Да нет, ну я, во-первых, я к детям приезжаю, к внукам Во-вторых, в Риге сейчас хорошо отдохнуть Народу мало И, ну, просто там душой можно отдохнуть Друзья старые Вот, иногда я там концертик играю Ну, песни какие-то звучат в вашем сегодняшнем репертуаре Из того цикла Рижского еще Вы же писать начали достаточно рано Ну, вот я сейчас смотрю тут, да, что там из старенького Ну, вот Рижский вокзал точно звучит, он остался такой А что еще было в Риге придумано? Боюсь, что из того, что я сейчас пою Ну, вот, я не знаю, уместный Ну, давайте я спою такая военная песня Она точно была придумана в Риге А на вот моем юбилейном концерте То, что вот было у меня тут в визитке Да, мой юбилейный концерт, который был в Кремле И вот Савдович Кобзон ее пел Называется «Четвертый день» В начале было слово, а после было дело В начале был приказ, а следом бой В начале было слово, и в трубке прохрипела высотку Удержать любой ценой Любой ценой, значит, лишь так и не иначе Что за цена, не нужно объяснять В начале было слово, и Бог теперь назначит Кому на смерть за Родину стоять Ну, вот и танки в поле И тут мне стало страшно Ведь жизнь кончалась этой высотой Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна А важно то, что сзади, за тобой А сзади берег Волги Жена и сын Андрейка и мать с отцом стояли у крыльца Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка И семь гранат на двадцать три бойца Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках С собой прикрывшим Родину свою Но нам уже об этом никто не скажет в сводках Ведь мы погибли в первом же бою Еще Гастелло Коля не поднял самолета И пропасть отделяла от весны Еще не лег матросов, нажала пулемета Была среда, четвертый день войны Аккорд хороший Виктор Третьяков в гостях у меня сегодня Прямой эфир 617-5197 Наверное, было бы правильно, если бы мы начали С каких-то социальных песен Поскольку я говорил, что это такое публичное начало Знакомое всем еще советским гражданам Если говорить о творчестве Виктора Третьякова Больба с большевизмом, по-моему, назывался Ваш первый этап жизни в пути Я давным-давно закончил с этой тематикой Тогда было все к месту и все было вовремя Мне было 27-30 лет Страна была на изломе Да, действительно, я так сам для себя назвал Период борьбы с большевизмом Ну, все ломалось Я был молот, рвал на груди рубаху Все делал честно Вообще, если очень забавно смотреть Вот эти старые записи 90-х Там такое выражение лицо Как будто меня сейчас расстреляют После этого, как я спою Но тайно я не выдам То есть, вот такой честный Такой пронзительный взгляд Ну, еще раз говорю Это было к месту вовремя и честно Ну, и был конфликт какой-то внутренний Да, с советской действительностью Я думаю Я думаю, что он у всех был в той или иной мере Ну, во всяком случае, у молодежи Революцию всегда делала молодежь Старики, конечно, пожилые люди Им, конечно, не нужно было этого ничего Потому что они привыкли жить так А молодежи надо ломать все Молодежи не нравится В общем, я этот путь свой прошел Был революционный в свое время Теперь я, как и положено Стал консерватором Есть же выражение такое Что у кого Кто в молодости не был эволюционером У того не было сердца А кто не стал консерватором У того нет ума Поэтому все развивается Как и должно развиваться То есть консерватор теперь поэт о любви исключительно Да не теперь Просто когда-то Я думаю, что уже в году 93-м Я про эту политику все понял И мне не захотелось Примыкать к какому-то политическому плечу Нет, параллельно идти с газетами и с телевидением Потому что Чем-то надо таким более важным заниматься Потому что если хочется политикой заниматься Ну, пожалуйста, есть Вступай в партию Я не знаю Смотри телевизор Читай газеты А я как-то для себя другие Не то чтобы я ставил задачу Но мне интереснее О чем-то вечном говорить О любви о Боге Разобраться в этой штуке Которая называется жизнь Как она устроена Как она работает А совершенно очевидно Что эта жизнь придумана Она создана создателем Значит, есть какие-то законы По которым она работает Вот в этом Мне гораздо интереснее разбираться Нежели заниматься политикой Но может быть в процессе Я не знаю У нас время еще Может быть есть Дело в том, что Могу сейчас спеть Я много-много лет Не придумывал социальных песен Но меня возраст заставил То есть Что-то родилось сейчас уже, да? Да, эта песня войдет в новый альбом Она, как и положено Называется Песня о родине Хотите, я могу спеть Я думаю, мы сегодня будем Отключительно о трехединстве Говорить Бог, Россия и любовь Это ваше Значит, перед этой песней Она такая коротенькая Значит, песня о родине Такое короткое четверостишье Я родину песнями оберегаю От всякой хулы И хитрого смеха Я сам, если нужно Россию ругаю Мне можно Я русский И я не уехал Я путей не выбирал Я туда, куда народ И я вам тут не либерал Я по жизни патриот Я ж с отряда октябрят Верил в родины расцвет А вчера мне говорят Недра есть, а денег нет Так мы ж, блин, столько лет подряд Это нефть с газом А вчера мне говорят Ну, не все сразу Говорят, ты там держись Мол, кто терпит, тот герой Да я и так держусь всю жизнь Я ж за родину горой Но естественный предел Обозначивается Я еще бы потерпел Да жизнь заканчивается Обозначивается Я привык Я бы еще потерпел А вот жизнь заканчивается Русский, никуда не уехавший Виктор Третьяков В гостях у меня сегодня В прямом эфире 617-5197 Вспоминаем, что подарила Или чем радовала нас Советская Латвия Александр из Кирова Александр, добрый вечер Добрый вечер, Владимир Добрый вечер Какая-то у вас сегодня Непутевая связь? Ну слышим же вас хорошо Да, главное, мы выплыли Из этой ситуации хорошо Я хочу Очень поблагодарить Виктора За его Деятельность И сказать, конечно На его вопрос Магнитола СПИДОла Советская была Какая? Называлась как? Ну СПИДОла Ну и было Просто название Собственное было СПИДОла А, название СПИДОла было Так, что еще, Саш? Динтерс, конечно Динтерс Ну Динтерс Сегодня только ленивый Не вспомнил Конечно, мне кажется Такие наставнические запахи Ну Динтерс До сих пор Фабрика есть, да? Да, выпускают Да, что-то выпускают Мне кажется, даже на прилавках В Москве что-то еще есть Я даже, по-моему, видел Магазин эфирный Спасибо вам Спасибо, что вспомнили Инесса из Санкт-Петербурга Инесса, добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Инесса, добрый вечер Алло, Владимир? Да, да, это я Добрый вечер Добрый вечер, Владимир Добрый вечер, Виктор Очень рада, что дозвонилась Смотрю вашу передачу регулярно Но Позвонила в первый раз В защиту фабрики Лайма Хочу сказать, что конфеты Пройдет, Виктор Выпускается до сих пор Да, я знаю, знаю, что они выпускают До сих пор Где родилась в 69-м году И привезла их оттуда И они, в общем-то, точно такие же Как и были тогда, насколько я помню Больше 30 лет я живу в Ленинграде-Петербурге Являюсь, в общем-то, такой же Абсолютно патриотской России Как и Виктор в 30-х пор Но безумно благодарна Маленькой Латвии За такое количество талантливых людей Которых она подарила И нашей стране в том числе То есть хочется вспомнить И Михаила Задорнова сегодня Спасибо большое за воспоминания Не общались с Задорновым? К сожалению, мы не успели Я так просил Володю Кочуна нас познакомить Потому что, ну, просто вот мы Вот как Вот он вышел из помещения Я зашел И как-то мы не успели Не пересекались ваши дорожки Немножечко И так и не успели Спасибо, Виктору Третьякову За то, что Латвия подарила нам его Вот что я хочу повторить вашему звонку Вообще забавно получилось Потому что папа мой родился в Москве Мама родилась в Ленинграде А я волей судеб оказался Это они там оказались Волей судеб, родители Папа там служил срочно Но он был воспитанником Он с 9 лет в погонах Он детдомовец Вот Потом, в общем, он Потом отдали его в музыкальную школу Он играл на трубе Был таким гарнистом И, в общем, а срочно Служил уже в Риге Вот А мама с родителями Они после войны Там институт, которым дед работал Его курили в Магнитогорск А потом его перевели в Ригу этот институт И, в общем, они с детьми Мой дедушка и бабушка Приехали С моей мамой Приехали в Ригу В общем, вот так они и познакомились На танцах Папа играл на танцах А мама туда приходила И, в общем, в результате чего Получился я Ну, это же хорошо 30 лет прожить Почти за границей Для нас Прибалтика Это была немножко за границей всегда Ну, это от меня, наверное, не зависело Хотя, бог его знает Как мы попадаем на эту планету Может быть, мы сами себе назначаем Там место и время И родителей Мы это узнаем потом Хотя, вот сейчас я вас слушал И понял, что папочка, наверное, понимал И поддерживал сына Который не очень-то хотел В музыкальной школе задерживать Он говорил, да Это нужно иметь свинцовый Вот то, что сзади Он очень хорошо понимал Что такое заниматься музыкой И скептически к этому относился А мама Ну, поскольку ей сказали Что Кстати, мама нас слушает Сейчас Мамочка, привет А маме сказали Что у ребенка музыкальный слух Она обрадовалась И, в общем, отдала мне музыкальную школу Купили пианино быстро Где я, в общем, 4 года и отзанимался Мамочки, привет действительно большое Если смотрите нас сейчас Я думаю, что не зря прошли эти 4 года для Вити Хоть не пианино в руках сегодня Но, тем не менее, музыка и душа наполнены На протяжении последних 41 года Как мы только что высчитали Ахмед из Астрахани Ахмед, добрый вечер Добрый вечер Ахмед, перезванивайте 617-5197 Александр из Москвы Александр, здравствуйте Добрый вечер Молчание Кто на прямой связи с нами? Добрый вечер Добрый вечер, Александр Ну, я что хочу сразу сказать Что вот Поскольку я сам меломан Для нас Вот тут собирают грамзапись виниловые Был очень качественный Рижский завод виниловых пластинок Потому что Апрелевка не дотягивала Ленинградские небольшие были тиражи А вот рижские Коллекционеры даже ездили в Ригу Чтобы зайти в магазин мелодии И купить рижский винил Ну, и еще вот у меня до сих пор Уже лет 40 Хранится такой набор Подарочных спичек С разными видами Латвийских городов Фабрика бытовых И охотничьих спичек Вот такие вот у меня есть От Латвии Дома товары А вот у Виктора я что хотел спросить Сегодня, да и вообще Большая редкость Играть на 12-струнной гитаре Как так получилось? Спасибо Я не знаю Если честно, я уже не помню Мне просто, наверное, не хватало звуков И я, наверное, услышал Может быть, это даже Розенбаум был Я сейчас уже не вспомню, почему Но даже скорее всего Потому что Александр Яковлевич Меня когда-то и свел Со своим мастером Ну как, который ему делал Когда-то первый инструмент Мастеровой Андрей Михайлович Хомячков Работал в Ленинграде На заводе На улице Чапаева Который делал музыкальные инструменты И еще изготавливал инструменты на заказ Вот он Розенбауму сделал И потом с подачи Розенбаума И мне сделал Это была моя первая гитара И как раз первый винил Который был Который я записал в 90-м году На фирме мелодии Как раз вот И там на обложке Вот с этой гитарой Хомячковской Как раз был записан Вот Поэтому, наверное, как-то мне Вот я услышал Как звучит 12-струнная гитара И мне захотелось Вот сейчас Если взять в руки 6-струнку Мне не хватает звуков Плотности звука И вообще Не хватает Ну, поскольку это было давно Я говорю, я с 15 лет А 12-струнку, наверное, сразу после армии я взял То есть, ну, тоже давным-давно это было То есть в армии тоже гитара была в руках, да? Да, я в армию пошел с гитарой И, в общем, ее там разбивали А что-то голову Мы ее там заклеивали фанерой Ну, в общем, там такая тоже боевая была гитара Спасибо вам за то, что напоминаете Какие-то уникальные вещи нам сегодня Мы вот с Виктором говорили о том Что, быть может, мы сами чего-то не помним Ну, я-то ладно Виктор не помнит Вот Виктор удивительно, что не помнит Поскольку 30 лет в Латвии прожил Ну, вот про вагоны вы нам напомнили, да? Про спички, про пластинки действительно мы не можем Мне нравится пока Да, мне нравится то, что я не вспомнил Это РВР, конечно, электрички Хотя тоже, вроде как бальзам и шпроты Тоже вот они на виду, да? И до сих пор ездят, на самом деле, да? И что касается, да, спичек Вот последний ответ тоже был Тоже был в Кашу Тоже был туда же Давайте Грушинский фестиваль вспомним сейчас И выступление Виктора Третьякова там Потом вернемся Если вдруг с тобой случится хондра И я придумал отличное средство Я картину рисую из детства Слева мама, справа папа И я классный такой Босиком иду по лужам Улыбаясь, прохожий Мне всего четыре года Карамель за щитой И я сам на карамельку похожий А чтоб забыть про огорчение Жизнь представь, как приключение Ну а хочешь по течению плыви Да просто плюнь на неудачи В жизни так или иначе Все зависит от раздачи любви А еще есть надежное средство Вспоминай беззаботное детство Слева мама, справа папа И я классный такой Босиком и тупо лужам Улыбаясь, прохожий Мне всего четыре года Карамель за щитой И я сам на карамельку похожий Рожденный в СССР Рожденный в СССР, похоже, как выясняется, на карамельку Виктор Третьяков в гостях у меня сегодня в прямом эфире Это не первый фестиваль, да, у вас? Да, у вас выкопали, я не видел этой записи Я первый раз приехал на Грушинский фестиваль в 2000 году И почти каждый год В общем, почти каждый год, в том числе и в прошлом году Но первый-то самый памятный был Я, насколько я знаю, там несколько сцен приходилось менять, перебегать из сцены Да, да, да С площадки на площадку, да? Очень много выступал на первых фестивалях Да, и как-то... И сразу понял, что попал куда надо Потому что, я же говорю, повторюсь Я ничего про это не знал, ни про движение Мне, вот авторской песни Мне говорили, Витя, тебе надо съездить на Грушинский Я говорю, ну, как вы себе представляете? Ну, посмотрите на меня, где я, где кеды? Где я, где костер и палатка? Нет, сейчас кеды на месте, мне кажется Потом мне сказали Витя, все будет, будет палатка, талоны на питание В общем, кеды Бери гитару, приезжай Я приехал и попал куда надо И тогда понял, что, конечно, нужно было приезжать лет Я не знаю, ну, там На 10 раньше, точно, совершенно Ну, сейчас с бардами общаюсь С некоторыми И все говорят, Грушинский фестиваль-то не тот уже стал, конечно Ну, это как по поводу Вообще в жизни, можно сказать Что вот раньше было лучше Конечно, мы, прежде всего, мы раньше были моложе Конечно, не тот Конечно, тогда были какие-то другие ощущения Запахи другие были Все было другое Поэтому мы всегда с ностальгией И чем замечательна вообще ваша программа Ваш телеканал, да, мы вспоминаем Вот, прежде всего, молодость свою вспоминаем И от этого приятно Я сегодня получил колоссальное удовольствие Несмотря на то, что у нас такие проблемы со звуком Да, но мы стали вспоминать Латвию И как-то так вот Не ушли туда полностью, да, в воспоминания И в нашу молодость, опять-таки А Марина из Тольятти Марина, добрый вечер Марина, добрый вечер Либо следующего давайте Кто на прямой связи? Олег из Воронежа Олег, слышите нас? А, добрый вечер Добрый вечер, Олег, слушаем вас Забыли вот, что сказать Чего мы забыли? Были очень популярны у нас мопеты Рига Мопет Рига, да? Да, Рига 3, Рига 5, Рига 7 Ригское пиво Ну, Алдорис, да Фирма Алдорис Ригское пиво, да И касаемо кондитерской продукции Я знаю, что только в Латвии Выпускались конфеты коровка Сейчас они выпускаются везде А раньше выпускались только в Латвии Только в Латвии Готэня называли Это коровка по-латышски Готэня Были такие Оказывается, потом только стали у нас Выпускать на наших фабриках Я тоже не знал, что потом Ахмед из Астрахани Ахмед, слушаем вас Добрый вечер Ахмед, второй раз не получается Ну что, поем? Ну вот смотри, думаю Что же мне такое? Я не знаю Откуда в моей голове Столько нот Мне, по счастью, пока не пришлось Брать чужого ни разу Я учение всех мудрецов Свел в одну только фразу Что обретешь, отдавая свое А не наоборот Перебегали мне черные Кошки дорогу Перелетали мне черные Птицы пространства Я передумал по новой Всю жизнь понемногу И перерешил все вопросы От бога до пьянства Перегибали меня судьи Через колено Переплетали мне окна Железные прутья Я перерезал металл И все клады вселенной Переискал, чтоб найти Свой единственный путь Я не знаю Откуда в моей голове Столько слов Я, наверное, похож на того Кто сбежал из дурдома Но я верю, что все же душа моя Богом ведома Просто так задарма Безо всяких там звезд И крестов И перебегали мне черные Кошки дорогу Перелетали мне черные Птицы пространства Я передумал по новой Всю жизнь понемногу И перерешил все вопросы От бога до пьянства Перегибали меня судьи Через колено Переплетали мне окна Железные прутья Я перерезал металл И все клады вселенной Переискал, чтоб найти Свой единственный путь Я не знаю Откуда в моей голове Столько нот Я не знаю Откуда в моей голове Столько слов Я не знаю Откуда Я не знаю Откуда Я не знаю Откуда Но Но я знаю Зачем Перебегали мне Черные кошки Дорогу Перелетали мне Черные птицы Пространство Пересекали мне Черные рыбы Теченья Перебегали Перелетали Программы сказали Что я по-прежнему Считаюсь человеком молодым Это видно Что вы человек по-прежнему молодой Несмотря на то Что юбилей отмечаете в Кремле Кстати Последующий юбилей Уже в Кремле не отмечался Не отмечался 50 было Но я Зато в Кремле Нашел другой зал Дипломатический зал Есть такой замечательный Я там два раза в год Мы вообще можем рекламировать Концерты в этой программе Ну конечно Расскажите Где у вас может быть услыш А потому что Вот как раз 24 декабря Дипломатический зал Кремля Это такой замечательный Небольшой зал на 140 человек Отдельный вход Отдельный буфет Отдельный гардероб Очень уютный камерный зал С хорошим звуком Светом В общем милости просим Билетов продолжение так много На сайте Кремля Можно Можно билеты купить Да и поэтому Большой зал Ну это очень Это очень долго делается Это очень тяжело Это очень дорого Это в общем Очень-очень-очень много Опытная история Да Ну раз в 50 лет Можно было себе позволить Я это сделал Я в общем Сделал концерт в Кремле Как бы я галочку Для себя поставил Не знаю Буду ли я в 60 лет Что-то делать Говорю прежде всего Это еще Это очень дорого Давайте увидим все-таки Что делает Виктор Третьяков Раз в 50 лет На сцене Потом вернемся Виктор Третьякова Виктор Третьякова Возможно Возможно Вспохнувши Слава Богу Которую тебе Виктор Третьякова Виктор Третьякова Виктор Третьякова Звонили Да Просто чтобы вспомнить Потому что вопрос На самом деле Такой у меня Вдруг родился Интересный Просто чтобы Поностальгировать Соответствую названию Телеканала Спасибо Александр из Москвы Перезвоните нам Пожалуйста С удовольствием Презентуем вам Диски Ну наверное Будет правильно Если я попрошу вас В конце Виктора Исполнить песню Которая уже стала Визитной карточкой Виктора Третьякова Я-то мне кажется Мы даже название Не будем говорить Да Так случилось Кстати Песни Тюбик В следующем году Исполняется тоже юбилей Вот у меня Юбилей 30 лет на сцене В следующем году В 18 А в феврале Следующего года 20 лет Песни Тюбик И вот это произведение Я в общем В основном Пишу песни серьезные Лирические Но процентов 10 У меня песни Шуточные занимают И вот одна выстрелила так Что Я сам не подозревал Что я окажусь Созвучен Такому количеству людей И потом Как оказалось Это проблема Там Незакрытых тюбиков Там Выброшенных Там носок Или бумагой туалетной Они в ту сторону завернуты Это проблема Не советская Не российская Это планетарная проблема Поэтому в геннации попало И в наши нации тоже Поэтому она В любом переводе Тоже Тоже под нее В общем реагирует И так значит Прошедшим Через горнило Семейной жизни Посвящается Исполняется От женского лица Я повстречала Ело весною Он был художник Почти известный Мы целовались с ним Под сосною Но и он женился Поскольку честный Он пил немного Он был не грубым Такое счастье девке Лишь раз бывает Одно смущало Почистит зубы И вечно тюбик Не закрывает Но я внимания Сперва не обращала Такой мужчина Мне небом даден И все по бабье Ему прощала Все Даже тюбик Будь он не ладен А муж рисуя Впадал в нерванну То вдруг обнимет Люблю Говорит И баста То вдруг проказник Затащит ванну А там А там открыта Зубная паста А я как дура Носки стирала В супы Ложила Бульонный кубик И все просила Все умоляла Почистил зубы Закрой, блин, тюбик А он Скотина Ну как нарочно Все это Глаша Говорит Торостепенно Скажите, девки Ну раз и можно Любить И гадить Одновременно И я с досады ушла К соседу Ведь у соседа Вставная челюсть На полке Тюбик От блин до мету Лежит закрытый Какая прелесть По сведениям телеканала Ностальгия завтра 15 ноября Президенту Республики Ангола Агастинь Юнета Будет вручена Международная Ленинская премия мира Коллектив Московского Комвольного Объединения Октябрь Перейдет На самофинансирование И самоокупреждение